Олег Иванович, Покровск, военные собирают, снимают, вернее, видео и говорят, очень удивлены. Россияне наступают уже на расстояние 20 километров, тем временем в городе сажают цветы на клумбах. Военные просто в шоке, не понимают, как это может происходить, где окопы. Ну и говорят, что тоже было в Бахмуте и в Авдеевке. И тут возникает несколько вопросов. Что движет людей оставаться в таких условиях? Где же окопы, как говорит военный? Ну и военнослужащий ВСУ намекает, что город Покровск Донецкой области ждет судьба той же Авдеевки? Вы видите, вы как профессиональный журналист прямо в самую точку. Не следствие, а причины. Увидели. Дело в том, что мы же на той передаче предыдущей рассматривали влияние тыла и важность тыла на фронт. Помните, что мы это разбирали, очень много времени было. И это показывает, что 20 километров до фронта, а люди живут гражданской жизнью. То есть произошел реальный разрыв. Раньше была смычка между городом и деревней. Потом соединение для того, чтобы вооруженные силы, то есть армия любого государства, сдерживала противника, должен быть очень крепкий тыл. То есть даже во время Второй мировой войны или Великой Отечественной, как мы называем, были работники тыла. Им прислали какие-то медали за работу в тыле и тому подобное. А тут получается, что если делать общий вывод простыми словами, война уже, ты в тылу уже, как бы правильно слово назвать, ну, в общем, война уже, давайте назовем так, надоем. Вот таким я назвал среднее слово, между тем и тем. Поэтому люди хотят жить гражданской жизнью, а военные, правильно, в шоке. Они же видят противник, что дальше делать. Кстати, это не ждуны. Вот сейчас начнут, говорят, вот, это ждуны, они там что-то делают. Нет, это граждане Украины с украинскими паспортами. Они просто считают, что противник остановится там где-то на какой-то периоде, где-то остановится, и власть договорится. Потому что сейчас ведь последнюю неделю полностью вспоминалось на 180 градусов информационная составляющая, что идет от высших должностных лиц. Вы же тоже это контролируете, правильно? Раньше за эти высказывания, которые говорит сейчас власть, привлекали всякая ответственность. А сейчас, оказывается, можно так и говорить. Но мы еще будем говорить аккуратно, взвешенно и смотреть. Смотреть, что реально происходит. Потому что вы же политический канал. Ну, а я как военный философ понимаю, я очень много в жизни чего перешел. Я 91-й год пережил, 2005-й, 2014-й. Я все прекрасно знаю, как делается все в политике. Поэтому, самое главное, первое, основные выводы, которые должны наши граждане запомнить. Первое. Армия не может быть лучше, чем граждане той страны, где является эта армия. Не может быть лучше. Если кто-то критикует армию, считает, что в армии все плохо, или что-то происходит, и не те генералы, не те офицеры среднего уровня, не те солдаты. Так это, армия это срез народа. Это ты посмотри на себя, и ты увидишь, что вокруг вот такое общество. Вот такое общество. Второе. Защиту оборонной страны занимается кабинет министров. А сбройные силы ведут боевые действия. Раз они ведут боевые действия, что есть в руках у солдата, и как его одели, и как его накормили. За это отвечает кабинет министров, а конкретно министр обороны. А, кстати, вчера было расширено заседание правления Громадской Рады при Минобороны Украины. Так вот, у меня там были представители от общественной организации, где я являюсь членом, в которой я являюсь. Так они меня звонят и аж ошалили. Там вопрос рассматривался, жалоб граждан. Так вы знаете, сколько жалоб сейчас зарегистрировано в Минобороне от числа военнослужащих, членов их семей? Именно жалоб на нарушение социальных прав и тому подобное. 171 тысяча. Еще раз, 171 тысяча. И это жалобы, именно там ведь есть информацию, потом запад громадянина, и просто жалоба которого 171 тысяча. В этом их управлении там человек 15, но это не имеет значения, сколько у них там. Я говорю, вопрос такой, что социальный захист висковослужбовца, социальный захист, правовой захист висковослужбовца и членов их семей полностью провален. Еще раз говорю, провален. А почему он провален? Ну, во-первых, обороной занимается Кабинет Министров, Министерство обороны, как член Кабинета Министров. Это основная задача защиты. А если военнослужащие пишут жалобы о том, что нарушается сексуал? Второй вопрос. Государство требует о том, чтобы военнослужащие проявляли героизм, мужество, стойкость в обороне своей страны. Требует? Правильно. Это нормально, это конституционно требует. Так у нас есть институт прав и обязанностей. Значит, обязанности есть, а право на защиту, именно социальный захист, который является основой висково-патриотичного выхования, национал-патриотичного и тому подобное. Вот один из элементов того, что армия будет сильная, сплоченная, вот то, что я сейчас сказал. А его нету. Государство не хочет этим заниматься. Так вот, вывод такой. Я сейчас провел, делаю вывод, что, большому сожалению, идет все больше и больше разделения между властью и народом, и армией, которая представляет народ. Поэтому вот такие неутешительные выводы от той информации, которую об анализе информации на фронте и об анализе информации, которую реально предоставила представителям Министерства обороны на расширенном правлении Громадской Рады. Кстати, Громадская Рада, это первый орган был создан демократичного цивильного контроля в 2004 году под становлением Кабмина, и он является легитимным. То есть это реально легитимный орган за контролем над военной организацией. Предлагаю еще одной ситуации поговорить. Ситуация в районе села Прогресс в Донецкой области остается тяжелой. На некоторых участках ситуацию удалось стабилизировать, другие же продолжают, как говорят, сыпаться. Кроме того, подразделения понесли потери, которых можно было бы избежать. Об этом все рассказал в комментарии Громадский командир 47-го батальона Магура Александр Ширшин. В ССУ понесли ненужные потери возле поселка Прогресса Донецкой области из-за установки генералов. Ни шагу назад до последнего солдата. Потенциально сотни украинских военнослужащих окружены возле села Прогресс на востоке Украины. В настоящее время приказа на вывод нет, сообщила ранее украинская аналитическая группа Deep State. Олег Иванович, в целом, есть ли у вас видение и понимание, что происходит в этом населенном пути? Поскольку мы же ранее слышали в том же Форбс, например, что наоборот у главнокомандующего Сырского заключается его политика в том, что наоборот не нужно сражаться до последнего солдата. Я одно не пойму. У нас воины должны проявлять стойкость на линии боевого соприкосновения. Или раз что-то не тое, давай отойдем. Вы хоть разберетесь там между собой. Я что-то не понимаю. Второе. Данный офицер, который является командиром, он что? В принципе, что такое комбат? Это комбатант. Это конкретно боюющий. Это комбат-батальоны. Батальоны – это основные подразделения, которые ведут боевые действия. Батальоны включены в бригаду. Бригада это чуть-чуть выше. Комбриг сам не воюет. А комбат уже воюет. Он уже может быть и в окопах. Так я одно не пойму. А что, отступать что ли? Или отходить? Я же всегда критикую. Нет слова отступать. И слово отходить. В плановом порядке. Так что надо, если есть приказ командира? Приказ командира – начальник, а закон для подчиненных. Второе – на низшем уровне не очень всегда понимает задумка командования, которая есть на оперативном и стратегическом. Может быть, еще раз говорю, может быть, значит, по планам командования оперативного и стратегического, или планам командования направления, значит, необходимо было, необходимо выставить на приемную арьер-гань, который будет сдерживать наступающего противника. Для того, чтобы основные силы отошли, а этот арьер-ган будет сдерживать. Да, всегда это такое было. Арьер-ган остается, добровольцы шаг вперед, и они погибают, давая основным силам отойти, и армии, и подразделению сохраниться. Я что-то не врублюсь, вот эти все разговоры какие-то. Поэтому давайте мы вот этот информационный шум, который не очень входит в парадигму военной науки, военного искусства, командования, стратегического искусства, стратегического замысла. Кстати, стратегический замысел какой? Кто утверждает стратегический замысел? Генштаб готовит, главком затверждает, а на ставке верховного главнокомандования утверждается. Так вот, поэтому, а если на местах не выполняются команды, так основа армии любой, воинская дисциплина. Воинская армия держится на жесткой воинской дисциплине. А если кто-то будет обсуждать команды вышестоящего руководителя, так это уже не армия, это уже Махновщина. Анархия. Анархия, мать, порядка. Ну, давайте тогда, так мы побежать будем противника, или будем зеленые, красные, синие, белые и тому подобное. Уже было в 1919-1920 году на территории Украины, когда ходили друг за другом, непонятно кто. Мы к этому хочем прийти? Нет, я категорически против. И все, и все назовения Украины, я категорически против. Поэтому я прошу вот эти такие, то есть я понимаю, вы, как журналист, вас интересно, что реально происходит. Я вот говорю, я говорю, к чему это все приводит. Поэтому я в... и маленькое дополнение к первому вопросу. Вот это про социальный заход, я про жалобы. До тех пор, пока не будет создана войсковая юстиция, которая должна... Одна из основных задач – защита прав военнослужащих, членов их семьи. Вот это самое основное сейчас должно быть создано. И если это не будет создано, проблемы в армии будут больше нарастать, они будут влиять на уровень боевоготовности, боеспособности. И дальше будет происходить все больше и больше тех фактов, о которых мы сейчас обсуждаем второй ваш вопрос. Олег Иванович, но по поводу стратегических планов. Главнокомандующий вооруженной силы Украины Александр Сырский дал британскому изданию The Guardian интервью. Оно вышло с названием «Я знаю, что мы победим и знаю как». Украинский генерал о том, каким образом изменить ситуацию в отношении России. Выглядит это достаточно оптимистично, что главком ВСУ знает, что надо делать. И одновременно появляются комментарии от знаменитой народной депутатки Марьяны Безуглой. Она пишет о том, что это все манипуляции, как было сказано, лживого старовера. Что наша военная машина, она прям кашляет кровью из-за устаревших решений и безнаказанности высшего военного руководства. Ну, я думаю, что Марьяну Безуглу комментировать это только... Почему? Я прокомментирую. Я прокомментирую то, что она сказала. Но, Олег Иванович, а в целом, как вы воспринимаете это интервью Александра Сырского? Довольно-таки победоносные заявления мы услышали в этом интервью. Хорошо. Разобью ваш вопрос на два. Ну, маленький, тебе очень коротко. Первое. Я Марьяну Безуглу знаю, до войны мы ходили на эфиры, в принципе, она была трезвомыслящая. Может, и сейчас трезвомыслящая. Может, сейчас какую-то задачу выполняет. Но она не понимала, что это такое. Она понимала. И слушала людей, которых... Слушала она людей, и советы слушала, и то подобное. Так вот, для того, чтобы... Основная задача депутата Верховной Рады – это субъект законодавчей инициативы. Так вот, основная задача сейчас Комитета Верховной Рады по безопасности обороны и разведки – полностью сейчас формировать, то есть разрабатывать законы про войсковую юстицию. В войсковую полицию уже первое чтение сейчас должно быть. Потом войсковую прокуратуру, войсковую суды, войсковые места лишения службы. Вот самая основная задача. Это основа основ. Вот она что сказала? Нарушения командирами, вот это все, что... Все, что вот, типа, кровавые, там, мясники и то подобное. Так вот, эта задача выявляет такие факты. Военная прокуратура. Ну, на Украинской войсковой прокуратуре. Вот в Украинском войске есть военные войсковые. Войсковые – именно та, которая действует в войсковой среде. Так вот, это же задача в войсковой. Если еще наделить в войсковую прокуратуру функцией общего надзора, так они будут... Это же не только карательные функции, но и защита права военнослужащих. Жалобы, жалобы, о которых я существую за одну тысячу. Это пришел бы военный прокурор и быстро с командиром разобрался, почему какого-то военнослужащего, отдельного военнослужащего, или тому-тому что-то, или деньги не выплачивает, или почему отпуск не отпускает и то подобное. Это задача, это правовая защита военнослужащих. Вторая функция – карательная. Если действительно что-то произошло, да, поэтому, если что-то происходит, проводится служебное расследование. Служебное расследование, если на нише море, ну, например, батальон или бригад. Значит, высшестоящим командованием непосредственно проводится служебное расследование. Ну, раз оно проводится, потом... И там раз в расследовании принимают участие профессионалы, офицеры, командиры, генералы, которые понимают. Например, в американской системе юстиции, военной юстиции, я порекомендую посмотреть фильм, который называется «Несколько хороших друзей», где играют Джекл Николсон и Томми Круз и Дэми Мур. Вот там рассказано, там показана работа системы военной юстиции, где командир Джекл Николсон, командир базы Гуантанамо, значит, использовал военные методы принуждения, и солдат погиб, а Томми Круз был адвокатом, военным, военным адвокатом. А Дэми Мур, она представитель другой организации, но тоже военный. Они это разбирали. И в другое, на суде, суд, военный суд, военный суд, военный в форме, военный, понимаешь, что... И 12 присяжных именно из числа рядовых, из числа сержантов, из числа офицеров, то есть они присяжные, которые понимали, что это воинское суд. Уже у нас в ДБР какое-то подразделение, за надзор, какие-то гражданские, следуют преступления воинские, раздел криминального кодекса, висковый злочин. Откуда не знают эти висковые злочины? Во-первых, чтобы понимать, что такое воинская служба, надо изучить статуты броненных, хотя бы изучить их, хотя бы прочитать. А статуты, книга, примерно 300 листов, 4 статута. Мы экзамены сдавали, мы, кто заканчивал военное училище, мы экзамены по статутам сдавали, экзамены. Мы на память, я до сих пор это все статуты знаю, все смею. Встречаемся, начинаем шутить между собой. А откуда я не знаю гражданские люди? Вы статуты знаете, какие бывают статуты броненных сил? Вы же, я так понимаю, знаете, что там написано, не понимаете, воинская служба. Так это совершенно другое. Это другая жизнь. Поэтому Верховный, то есть комитет, он должен вот этим заниматься. И второе. Комитет Верховной Рады обладает функцией контроля за Министерством обороны. Второе. И обладает функцией демократичного цивильного контроля. Это его задача. Вот они должны приглашать вы на комитет главкома Сырского, задавать ему эти вопросы, приглашать начальника Гогенштаба, приглашать министра обороны или его заместителя. А теперь задаю вопрос, очень важный, кстати, который вопрос никто не поднимает в нашей стране. Никто не задавался таким, не думал, почему на заседания комитетов перестали ходить. То есть очень редко ходят министры, заместители министров, а ходят какие-то директора департамента, уже дошло до главных специалистов. На заседание комитета. А, например, на заседание Конгресса, ну, правопалата представителей или Сената, обязательно министр обороны сидит, этот Джейм Ллойд Остин, третий такой, возле него главком, то есть командующий, председатель объединенного комитета начальников штабов, они все время сидят и их там опрашивают. Вы что думаете, они хотят слушать, вот когда их там сенаторы спрашивают, что они... Конечно, это разделение властей. Кому приятно, когда тебя чехвостят? Никому не приятно. Но они ходят, всегда, сто процентов. Кстати, я рекомендую всем зрителям, когда идут такие параллельные сенатские слушания, просто смотреть, не надо знать английского языка, надо смотреть, как всем задают вопрос, и как представители исполнительной власти краснеют, белеют. Ну, такое, ну, такое, чистка, хорошее происходит. А знаете, почему они ходят? А я вам скажу, все очень просто. Оказывается, в Штатах принят закон, уголовном кодексе, где написано, что за неуважение к Конгрессу США 4 месяца тюрьмы. Так вот, я предлагаю Марьяне Безуглой инициировать принятие закона в Украине о неуважении к Верховной Раде и Комитетам Верховной Рады, как структурным подразделениям, если не приходят министры, замминистры. Уголовная ответственность 4 месяца. И все. И сразу же мы, знаете, что поменяем? Во-первых, назначение политиков на министерской должности – это одно. А замы – это все идет блатата такая. Какие-то лоббистские группы, они вообще ничего не знают, что-то контролируют. А теперь, они же не ходят, но ничего не понимают. В итоге, что произойдет? Ага, значит, теперь назначать будут… Они же будут ходить на комитеты, а там не знать ничего не будут и будут снимать. В итоге, сразу же уже эта коррупционная составляющая идет. Почему? Потому что если будут или будут назначать профессионала-коррупционера, ну, профессионал-коррупционер можно его быстро поставить в рамки. Или уже уйдет вот это никому не непонятные какие-то замы, откуда они берутся, кто они такие. Их фамилии не приходят, уходят, их вообще никто не знает. Какие-то депутаты районных рад, какие-то вообще люди. Так вот, вот это, уважаемая, я и говорю, уважаемый, я осознательно грубую, но я его хорошо знаю. Примите этот закон, инициируйте. Все будет хорошо. Теперь возвращаемся к тому, что сказал генерал Севский. А генерал Севский по-другому и сказать не может. Он скажет, что я… Вы же понимаете, вот если четко прочитать его интервью, он там все сказал. Он сказал то, что я вам сейчас говорю. Он сказал, что вооруженные силы – это основа-основ государства. Мы будем воевать, отстаивать сурвенитет, территориальную целостность. Значит, никакого штыка в землю не будет. Граница 1991 года. Правильно или нет? Так оно и есть. Это его задача. Если вооруженные силы будут думать по-другому, то зачем эти вооруженные силы? Он сказал правильно. Второе. Дальше он привел цитату, то есть, что противник в настоящее время повышает свой мобилизационный ресурс. Он говорил, сначала было экспедиционный корпус 100 тысяч, потом 150, сейчас 490, 408, потом 550 и 690. Вот эти цифры примерно. К концу года 690. Он говорил эти цифры, говорил. Мобилизационный ресурс. И готовится. Откуда берет это противник? Противник берет с помощью работы, с помощью привлечения добровольцев, в кавычках добровольцев, потому что они большие деньги платят, на войну. Есть такое? Естественно, есть. Кстати, такой тот способ, что противник применяет, нам надо было применять, а не тот, что мы применили, что у нас куча, половина страны уклонится. Второе было, было. А теперь давайте посчитаем. Значит, у нас по сводкам, мы уже уничтожили, там больше, чем еще чуть-чуть пройдет, мы больше всего населения, всего бы, всего, всей России, да. Вот смотрите, всех уже уничтожили, там никого нет. Я просто эти сводки уже не смотрю. Потому что мне уже это, я на это, на эту глупость не могу смотреть. Так вот, в итоге, по официально, по данным, опять же, нашим, они собирают 25-30 тысяч. К концу года, это 519-170 тысяч. То есть, реально 25 тысяч они насобирают. А если они насобирают, то больше никакого набора не будет. А где уничтожение по 30-50 тысяч, по 100 тысяч в месяц, о котором говорит наша власть? Ну, откройте арифметику под редакцией Пупкина с картинками, на счетах, посчитайте. Если сейчас 490, призывает к концу года. Сколько до конца года? 6 месяцев, 7 месяцев. Ну, 6 месяцев. 6 на 25. Сколько будет? Ну, получается 690. Ну, 690. А мы уничтожаем по 50 тысяч в месяц. Где 150? Где люди эти? Арифметика не проходит. Не проходит. Не работает математика. Да, нет. Это не математика, это арифметика. Это большому сожалению, у нас полностью снизился уровень общеобразовательной школы и людей уже... Уже раньше был самый лучший средний уровень образования, а сейчас хуже нет. Пришли, вот это разрушили все эти... Не хочется говорить, в эфире кто не такие. И третий вариант. По вооружению. Он ведь сказал по вооружению. Сколько у противника танков? Сколько у противника боевых бронированных машин? Он сказал 1 к 2, 1 к 3. Правильно? Я, кстати, записал, могу сказать. Ну, как же, пусть почитайте, но будет интересно. Теперь приводим данные. Вначале у России есть мобилизационный ресурс, и в действующем мы уничтожили уже там около 5 тысяч танков. А у него раз, и сейчас станет 4 тысячи танков. А при этом наша пропаганда говорит, что в месяц, в год они выпускают 30 танков. Т-72 или Т-90 прорыв. 30. А получилось в 3 раза больше. А где не возьмут? В конце года в 3 раза больше. Где? То же самое по боевым бронированным машинам. Многие говорят, вообще, все разваливается, нету там ничего. Все развалилось. А тут появляют, а главком об этом говорит. Это же главком, это я могу говорить все, что там... Вы придумал, знаете, такое выдумал. Сказал, я философствую. А он дает точные данные. Так вот он в своем посла, то есть в своем интервью, заявил первые цели, которые стоят перед вооруженными силами. Они стоят. Но для того, чтобы выполнить цели, необходимы ресурсы, которые должно предоставить государство. Он привел цифры, которые есть у противника. Для того, чтобы победить противника, нам необходимо столько ресурсов. Или, по крайней мере, в два-три раза больше. У нас эти ресурсы есть? Есть. Так вот он и привел, он привел то, что мы готовы выполнить задачи, поставленные партией, правительством, во главе с Леонидом, Брежневым, как раньше называются в камень, партия 25-й съезды. Он готов выполнить задачи, поставленной ставкой Верховной Главной Команды. Ну, так как бы представьте, министр обороны, Умиров. Где вооружение? Господин Умиров. Где боеприпасы, где танки, где боевые бронированные машины? Предоставьте вооруженным силам, и они выполнят задачи, поставленную Верховной Главной Команды. Вот он, вот это генерал Шильский об этом все и сказал, если так перевести его интервью на простой человеческий язык.